Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. В этот раз «Зоопатруль» расскажет о собаках, попавших в ветеринарный центр в тяжелом состоянии из-за того, что хозяева не хотели заниматься их лечением. Пес Миша радуется солнышку около госпиталя ветеринарного центра, где он проходит лечение. Пока на прогулке его выносят на руках. Он лежит и нюхает воздух. Но в будущем, как надеются врачи, сможет гулять на коляске. Так же, как Юлик, инвалид-спинальник, который после лечения уже 5 лет живет в госпитале. Задние лапы он не чувствует совсем. И, к сожалению, такие травмы, как правило, не восстанавливаются. Мы очень надеемся, что Миша полностью восстановится и когда-нибудь сможет так же радостно гулять на коляске, как наши другие постояльцы, такие как и Юль. Мишу случайно обнаружили неравнодушные самарцы. Травмированный пес лежал во дворе частного дома в поселке Запонской без какого-либо ухода. Как выяснилось, на голой земле и под открытым небом бедолага пролежал больше двух месяцев после встречи с машиной или поездом. Хозяин давал собаке еду и воду, но ветеринарную помощь не оказывал. Информация о страдающем псе быстро облетела самарские паблики. Узнала о беде и Александра. Я увидела пост, так же, как и многие неравнодушные. А потом ко мне обратилась непосредственно девушка, которая как раз этот пост и создала. То есть она обратилась за помощью, узнала, что я недалеко живу, в принципе, близко, что у меня короткий рабочий день, что я за рулем и могу помочь его отвезти. Я, услышав, уже ни спать, ни есть не могла, естественно, с работы на машину и за ним. Лежит он, ест, пьет и все на это. От собачки-то остался уже один скелет. Александра забрала измученного Мишу, лежавшего под холодным проливным дождем, и сначала отвезла его на рентген. Но для того, чтобы установить точный диагноз, компрессионный перелом позвоночника, потребовалось более серьезное исследование – МРТ. За месяцы, которые пес провел неподвижно лежа, у него образовались множественные глубокие, практически для костей, пролежни. На лечение и реабилитацию волонтер привезла собаку в ветеринарный центр. На данный момент работа с пролежними ведется, они уже не в таком состоянии, что тоже уникальное событие. Это собака, которую никто не переворачивал, которая самопроизвольно, в зависимости от того, какие, наверное, возможности у нее были. Каким-то образом передвигалась, как она смогла прожить два месяца и, скажем так, не получила заражения крови. Это тоже чудо. Надеюсь, ему найдется место. В нашей команде он встроится в ряды собак-инвалидов, а у него даже есть, скажем так, по типажу, прекрасная невеста, собака Тяпа, которая у нас, ну, мы так ее называем невестой Миши, потому что они очень сильно похожи. Она получила свою травму из-за выстрела и разрушения спинного мозга. Миша мог получить помощь намного раньше, если бы его хозяин обратился в волонтерские организации. Ничего не сообщил зоозащитникам и хозяин собаки Полли, которую нашли на улице в состоянии крайнего истощения, угрожающего жизни. Бездомные животные с такой проблемой не сталкиваются. Они уже знают, как добывать себе пищу, они могут выжить на улице. Какое-то длительное время собака содержалась ненадлежащим образом, а потом оказалась на улице. У Полли выявили и сопутствующие заболевания, вирусную инфекцию и проблемы с кишечником, которые собака могла приобрести из-за длительного отсутствия нормального питания. По прогнозам специалистов ветеринарного центра, восстановление Полли будет длительным и может занять не один год. Собаке требуется специальное и дробное питание, а также лечение всех ее заболеваний. Живет в госпитале и пес Тиша. Его хозяин ушел в зону СВО. И от стресса питомец очень похудел. Я бы даже сказала, что он впал в депрессию. Он очень долгий период очень мало ел. Поэтому, конечно, он сбросил вес на фоне сильного стресса. У него воспалился кишечник. К тому же мы его лечили. Сейчас он идет на поправку и потихонечку набирает вес. Сейчас Тиша снова чувствует заботу и любовь. С ним приходят гулять волонтеры. А значит, и дальнейшая реабилитация будет благополучной. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит напомнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин